Мальчишки и девчонки, совсем юные начинающие художники и ребята постарше. Каждый постарался отродить в рисунке облик своей малой родины. «Щелково – мой край родной». Название выставки конкурса говорит само за себя. В каждую из работ участники вложили частичку души, ведь рисовали они родное Щелково. Всего же на выставке представлено 96 работ. Изображенные на рисунках знакомые всеми улицы, храмы, парки и скверы, здания, города и отдаленные уголки Щелково. Каждый день мы проходим мимо них, но эти работы притягивают взгляды, заставляют остановиться и подумать о неповторимости вида в природном и архитектурном богатстве родного края. На рисунке ученицы Щелковской художественной школы Александра Кирющенкова «Щелковские будни» сразу несколько узнаваемых с первого взгляда мест. Разные по форме и формату, отдаленные друг от друга в реальности, здесь они словно объединены во что-то единое. Нам предложили поработать на конкурс. Я просто решила нарисовать пару зарисовок и создалась одна большая композиция. То есть так случайно? Да, просто рисовали. Из случайно возникшей идеи получилась интересная работа, которую по достоинству оценили на конкурсе. Александра заняла первое место в своей возрастной категории среди учащихся учреждений дополнительного образования. День открытия выставки ее, а также других призеров-победителей наградили в выставочном зале детской художественной школы. Мы своими работами уже создаёте нашу историю, нашего родного края, нашей малой родины. Я очень рад, что на дороге с вами это большая честь быть рядом с творческими людьми, которые находят время, силой и посвящают свою жизнь в обществе. Более ста работ, три возрастные категории в двух номинациях. В этом конкурсе ежегодно принимают участие талантливые ребята. Все они по-настоящему любят свою малую родину. Место, где живут и учатся, многие из них участвуют не в первый раз. Уровень работ растет, а потому жюри конкурса было непросто. Использовались различные техники, не только живопись, графика, но и такие вещи, как линогравюра у нас была. Очень сложно было жюри выбрать лучшие из лучших. Выставка будет проходить в художественной школе до конца октября.